Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Фальцевая кровля. Плюсы и минусы Фальцевые называют кровлю из металлических листов, скрепленных между собой специальным соединением в виде отгиба кромок листов. Это соединение и называется фальц. Для предотвращения затекания листы вдоль ската кровли соединяют с стоячим фальцем, а поперек ската лежащим. На малых уклонах и в сложных узлах отгибы обязательно делают двойным, получая так называемый двойной фальц. Фальцевая кровля – самая популярная в городах средней полосы России. Для этого климатического региона не так нужна термостойкость натуральной черепицы, а гораздо важнее герметичность в сложный зимний период при постоянных оттепелях-заморозках и большом снежном покрове. Во времена массового применения фальца отсутствовали различные современные гидроизоляционные материалы и мембраны. Теперь же фальцевую кровлю, особенно в загородном частном домостроении, вытесняют металлочерепицы и прочие виды кровли. При этом в качестве материала для крыш сложной формы фальц до сих пор незаменим, и практически все старые здания и памятники архитектуры в России покрыты именно ей. Впрочем, фальцевая кровля распространена и в северной части Европы, которая также сталкивается с погодными проблемами зимой. Стоит отметить, что сейчас по технологии фальца делаются даже фасады, причем уже не только в эксклюзивных архитектурных проектах, но и в дачном домостроении. Сама по себе фальцевая кровля достаточно разнообразна. Кроме традиционного покрытия в виде рядов от карниза до конька, она может представлять собой шашку, ромбики, чешую, то есть имитировать кровлю из штучных материалов, таких как сланец, плитка, черепица. Сферические формы куполов беседок также обычно выполнены фальцем. Ряды на крыше тоже могут выглядеть по-разному. Существуют варианты соединений на Г-фальц – рейку, планку и ряд других, которые придают продольным соединениям красивый объемный вид. Преимущества Их у фальцевой кровли довольно много. Легкость, жесткость, прочность металла – это то, что в первую очередь ценится строителями. Сюда добавляется долговечность, пожаростойкость, экологичность материала, возможность монтажа в любое время года. Такую кровлю во многих случаях можно делать на разреженные обрешетки, а при сплошной обрешетке угол ската может быть до 3 градусов. При этом на герметичность это никак не сказывается. Вообще, сам тип соединения – один из самых герметичных, из-за чего элементы фальцевой кровли применяются во всех сложных узлах остальных кровель. Фартуки, парапеты, колпаки, различные планки, яндовы и коньки, примыкания на металлочерепицы, гибкой и натуральной черепицы. Даже норуланы выпрямляемые кровли выполняются из металла, и зачастую имеют сложные формы, для которых необходима работа специалистов. Небольшое количество отходов, даже если кроются малые архитектурные формы, беседки, ротонды, павильоны, навесы, также являются преимуществом фальцевой кровли, тем более, что на таких элементах другой материал часто не применить. Фальцевую кровлю несложно ремонтировать, а в эксплуатации ей практически нет равных. Она почти не нуждается в обслуживании, ее легко чистить или мыть, по ней проще и безопаснее даже для самого материала передвигаться, чем по многим другим. К тому же, выпускается достаточно большое количество различных дополнительных элементов безопасности – ступеньки, трапы, лестницы, снегозадержания. Немаловажным фактором для многих является возможность установки водосточных труб, колпаков труб, фасадных поясов, сокольных и оконных отливов из того же металла, что и кровля. Это придает зданию единый облик. Такое возможно только при фальцевой кровле, металлочерепице или профнастиле. Недостатки Недостатки фальцевой кровли, как любого металла – это шумность, конденсирование влаги, температурное расширение металла. Однако для решения этих проблем существует целый ряд конструктивных решений. Шумность сама по себе не столь важна в последнее время из-за частого утепления зданий по принципу кровельного пирога. Также любая крыша, независимо от вида кровельного покрытия, должна иметь хорошую вентиляцию, а при работающем вентиляционном подкровельном канале на разреженной обрешетке конденсат свободно испаряется. На сплошной обрешетке необходимо устанавливать специальную мембрану , которая сама по себе не дает конденсату образовываться, а если он и появляется, то исчезает вниз. Та же мембрана гарантирует дополнительную гидроизоляцию на малых уклонах скатов. Температурное расширение можно компенсировать применением специального крепежа и разработанных решений для узлов пальцевой кровли. К недостаткам можно еще отнести необходимость привлечения квалифицированных рабочих и достаточно высокую стоимость работ. В основном из-за этого многие и не могут установить себе такую кровлю. Для верного использования углов кровельщик должен обладать не только довольно дорогостоящим набором инструментов, но и иметь значительный опыт работы. В части регионов страны в принципе нет нужного оборудования и работников соответствующей квалификации. Работа асфальтсом всегда сопровождается механическим воздействием на кровельное покрытие. От этого может пострадать полимерное покрытие некоторых материалов. Однако для опытного монтажника с нужным инструментом это не составляет проблемы. Если же кровля сложная, то следует выбирать сталь с более стойким к повреждению покрытием. Материалы Металом для фальцевой кровли может служить лист или лента из любого достаточно пластичного металла. Черное железо, оцинкованная сталь, цинк, нержавеющая сталь, медь, различные сплавы, современная сталь с качественным полимерным покрытием Все это можно увидеть на кровлях домов. Толщина металла обычно от 0,4 мм и выше. Для стального листа оптимальная толщина 0,5-0,55 мм, для медного 0,6 мм. Материал большей толщины следует применять с осторожностью. При отгибе и соединении металл может получить микротрещины, снижающие долговечность покрытия. Вес такой кровли около 5 кг, что немного для крыши. Классическая кровля из обычной оцинкованной стали сейчас почти не применяется. На смену ей пришел материал с полимерным покрытием. На тот же самый лист с цинковым верхним слоем наносится в заводских условиях покрытие, что позволяет избежать этапа покраски кровли при эксплуатации или сильно его отодвинуть, предотвратить ржавление в местах недоступных окраски и значительно продлить срок службы всей кровли. Такое покрытие дает свет материалу и защищает цинковый слой. Типов покрытий достаточно много. Оно может быть матовым или гладким. Отличаться по стойкости к ультрафиолету. Качественным и экономичным считается полиэфир, полиэстер, а более надежным и долговечным полиэритан. Так как срок службы такого материала может достигать 50 и более лет, то важным становится выбор производителя, который гарантирует такое качество на все эти годы. Особенности конструкции Крепление фальцевой кровли выполняется при помощи специальных пластин – клеймеров. Установленные при монтаже фальцы, они позволяют не только надежно фиксировать материал, но и избежать открытого его повреждения, что невозможно при укладке металлочерепицы или профнастила. В итоге на правильно сделанной кровли вы не должны видеть ни единого самореза или гвоздя, за исключением крепления второстепенных или отделочных деталей. Кроме отсутствия сквозного крепления, на качественно сделанной фальцевой кровли не должно быть видимых разрезов металла и соединений внахлёст. Устанавливаемые дополнительные оборудования и элементы следует крепить способом, не повреждающим кровельное покрытие. При установке фальцевой кровли нужно учитывать необходимость установки сплошной обрешетки на карнизах, в яндовах и обязательное ее наличие под лежачими фальцами. Важно также не забывать, что металл, особенно медь, подвержены температурному расширению и для его компенсации следует на длительных скатах использовать скользящие клеймеры и выполнять специальные компенсационные соединения. При уклонах скатов к кровлю менее 7 градусов и в местах возможных образования наледей желательно дополнительная герметизация фальцев. Одной из особенностей фальцевой кровли является возможность создания желоба водосточной системы на самой кровле. Его называют настенный. Это позволяет организовать направленный сток воды без подвесного желоба, что важно в городских условиях, где подвесной желоб крайне тяжело обслуживать и он может создавать угрозу безопасности людей. Частично настенный желоб выполняет функцию снегозадержания и элементы страховки для передвижения по кровле. Кровли с таким желобом удобны для эксплуатации. Монтаж Монтаж фальца – это работа для профессиональных кровельщиков. Создание герметичного и аккуратного соединения требует знаний, большого опыта специального инструмента. Современные технологии позволяют избежать горизонтальных лежачих фальцев, тем самым увеличивая герметичность покрытия. К тому же изготовление картин возможно прямо на объекте по точным размерам. А это значительно снижает расход материала, что при монтаже фальцевой кровли отходов и так очень мало. Прокат ленты на станке позволяет делать двойной фальц по всей длине ряда, что ускоряет и упрощает работу. Для установки фальцевой кровли неопытными монтажниками разработан так называемый самозащелкивающийся фальц или клик-фальц. При работе с ним нужно меньше инструмента и опыта. Но такое соединение нельзя назвать таким же герметичным, как при обычном двойном стоячем фальце. И эта технология подходит не для всех форм кровли. Большинство материалов фальца, за редким исключением титан, цинк и другие, позволяют монтаж и в зимний период, что очень ценно для многих застройщиков. Конечно, при соблюдении дополнительных мер по обеспечению безопасности. Разновидности Медная фальцевая кровля. Данный тип кровли имеет свои разновидности, зависящие непосредственно от материала. Самый элитный вид – медная фальцевая кровля. Медь, как материал, имеет свои характеризующие его свойства, такие как высокая механическая прочность, соответственно, пригодность для механической обработки. А благодаря химическому процессу, автозатухания, коррозии, медные листы обладают таким качеством, как долговечность, минимум 150 лет. Именно поэтому фальцевая кровля из рулонной меди считается покрытием премиум-класса. Алюминиевая кровля. Конечно, по долговечности практически не уступает меди-алюминий. Фальцующийся алюминий – одна из самых новых тенденций в области кровельных материалов. По отношению к меди, это более доступный вариант. Особенности такого покрытия – легкость, относительная прочность, устойчивость к коррозии, огромный выбор цветовой гаммы благодаря эмалированному покрытию. Именно то, что поможет подчеркнуть индивидуальность вашего строения. Фальцевая кровля из титан-цинка Титан-цинк – материал, обладающий надежностью и пластичностью, но в то же время он не такой покладистый, как вышеперечисленные материалы. Из-за своей капризности титан-цинк может быть довольно непредсказуемым в зимнюю пору, что объединяет его с медью. Так, это покрытие патиной при эксплуатации. Это делает его почти таким же долговечным и благородным, как медь, а исключительная эстетичность внешнего вида удовлетворит любые предпочтения самых капризных клиентов. Оцинкованное железо с эмалированным покрытием Однако, несмотря ни на что, оцинкованное железо было и остается наиболее распространенным материалом для фальцевания. Почему? Во-первых, конечно же, благодаря своей невысокой стоимости по сравнению с другими материалами. Во-вторых, из-за оцинковки крыша обладает хорошими отражающими свойствами и защитой от перегрева. Но не стоит забывать о недостатках железа, плохая звукоизоляция и меньший срок эксплуатации до 50 лет. Коррозийные процессы все-таки неизбежны. Вердикт Металл – самый подходящий материал для кровельных покрытий в большинстве регионов нашей страны. Не зря он применялся на шедеврах архитектуры всеми великими зодчими последних столетий. И сейчас большинство скатных кровель покрыты именно металлом. Если сравнивать фальцевую кровлю с популярной в частном домостроении металлочерепицей, то фальц выиграет по герметичности самой кровли, отдельных элементов, по возможности передвигаться по ней и обслуживать, ремонтопригодности и отсюда по общему сроку службы, возможности монтажа на самых сложных формах крыш и на малых уклонах. Фальцевая кровля, конечно, проиграет металлочерепице в простоте монтажа, его скорости и, главное, его стоимости. При ненамного меньшей цене материала за квадратный метр стоимость монтажа фальца в разы может превышать цену работы с металлочерепицей. К тому же далеко не везде доступны профессиональные кровельщики-жестянщики. Именно эти факторы, иногда ее внешний вид склоняют владельцев дач и загородных домов сделать выбор в пользу металлочерепицы. Но в том и другом случае это будет тот же самый металл – долговечный, надежный материал для кровли любого здания. А на этом на сегодня все, и если вам понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok